В одной жизни у него была работа и любимая девушка, в другой – наркотики и криминальные деньги. Не осталось ничего. Мы продолжаем серию сюжетов о судьбах тех, чью жизнь перечеркнули наркотики. Подробности в патрульной службе. С Марком и Глебом мы встретились в исправительной колонии номер один. Раньше молодые люди жили в разных городах, люди разной судьбы. Теперь у них все общее. Одна на двоих – колючая проволока неволи и одна – статья Уголовного кодекса. Осужден по статье 228, прим 1, часть 3 и статья 228, прим 1, часть 4. Из назначенных судом 8 лет лишения свободы, 27-летний Марк отсидел 7 лет и 7 месяцев. Здесь, в колонии, считаешь не только годы и месяцы, дни. Роковая встреча с наркотиками у этого молодого тверетянина началась со школьного выпускного. Старый дружок отводит в сторону, говорит, есть убойная штука. Сначала, казалось бы, ответил ему, что, ну, друг, ну, мне и так хорошо. Зачем? Сейчас вообще крышу снесет. Давай, делай. Ну, друг же плохого не посоветует. С этого предложения жизнь вчерашнего выпускника Марка покатилась под откос. Дальше, что называется, больше какой-то большой праздник. Точно так же. Звонок. Есть? Да, есть. Давай, подъезжай. Подъезжаешь, берешь, ну и поехали. Так длилось более четырех лет. Люди же тоже все видят, все понимают. Кто-то точно так же говорил, что с тобой что-то не то происходит. Остановись, пока не поздно. Голова светлая. Добиться можешь многого. Остановись. Остановиться не получилось. Думал, плохого не случится. Это не про меня. А потому практически сразу после школы работу на пилораме и учебу в лицее стал сочетать с криминальным заработком. Поступило, так сказать, само предложение о том, что ну, поработай. В чем проблема-то? Ничего такого. Просто взял, передал и все нормально. Ну, почему бы нет, казалось бы. Начал работать. Соответственно, появились и деньги. И постоянно, что называется, наркотик при себе. Живи да радуйся. Ну, на этом, что называется, и погорели. Марка задержали. До этого он успел закончить лицей, но настоящую, некриминальную работу потерял. И все из-за наркотиков. За время отбывания наказания я точно так же осознал многое, что я делал неправильно, что не нужно было говорить, что не нужно было делать. И потихонечку, помаленечку я иду к тому, чтобы восстановить, что называется, свои социальные связи. В том, что новая свободная жизнь будет без наркотиков, Марк не сомневается. Все, что казалось тогда, это лишь казалось. Я ничего тогда не приобретал. Деньги, пыль, какие-то там новые знакомства. Прошу прощения, конечно, за мною следующее сказанное, но это всего лишь наркоманы. Это люди, которые нуждаются в лечении, в понимании еще в чем-то. Но по большей части они бесполезны. Чтобы быть полезным людям самому и наконец-то построить свою жизнь, Марк, полицейскому диплому мастер столярного и мебельного производства, уже здесь, в колонии, приобрел новую специальность – сварщика. А еще увлекся земледелием и учиться этому хочет продолжать на свободе. Я здесь начал развивать культивацию. То есть, если раньше были, так сказать, только сорняки, то сейчас я уже работаю почти с любой культурой. Будь это, что называется, овощи, будь это, что называется, кустарниковые растения, цветы. В жизни на свободе действительно есть много красивого, полезного и интересного. Того, за что будет не стыдно. Мы надеемся, что история Марка, нашего с вами земляка, даст повод для раздумий тем, кто только начинает жить. Ни в коем случае не ведитесь. Если вы думаете, что вот это вот, так сказать, кайф, какое-то там блаженство и ты пуп земли, нет, ребята, оно того не стоит. Ни разу. Спасибо. Спасибо.